Несмотря на многочисленные провалы, серия Игр Мафия всё равно закрепила за собой статус Легенды. Серия настолько культовая, что о некоторых моментах игры знают даже те, кто её никогда не запускал. А сама франшиза занимает почётное место среди игр, которые геймеры просто обязаны пройти. Но легендарность серии не одаряет её статусом неприкасаемого идеала. Ведь, несмотря на все достоинства, франшиза также пережила много трудных моментов и проблем, начиная от трудностей разработки и заканчивая другими проблемами с сюжетом. Так давайте же об этом поговорим. На связи Никлэй, а это 5 проблем серии Игр Мафия. Перед началом я оговорюсь, что я не считаю игру плохой из-за этих недостатков. Здесь будет простое отражение фактов, без какого-либо негатива. Ну и конечно же, не забывайте ставить лайки под роликом, ведь ютуб продвигает канал только благодаря вашей активности, а также подписываться не забывай. Помоги уже добить цель в 30 тысяч подписчиков. Ну, совсем чуть-чуть осталось. Давайте уже. Ну и конечно же, присаживайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. Недосказанность или неполноценность сюжета? Вообще, может казаться, что конкретно проблемы недосказанности, если разбирать концовки всех частей, у серии кроме второй части нет. Ведь в первой и третьих частях мы увидели жирную точку в истории, разве что возникают вопросы о каноничности в третьей. Но если мы начнем анализировать сюжет, то поймем, как много тем и персонажей разработчики попросту обошли стороной. А все потому, что разработчики не раскрыли огромное количество моментов игры. Был ли Генри предателем на самом деле? Жеф ли Джо? Кто был предателем в финальной первой части и так далее? Игроку, который не имеет достаточной информации? Это неизвестно. Кстати, если вы тоже не знаете ответы на эти вопросы, но хотите узнать, то оставлю в подсказке ссылку на свой предыдущий ролик. Он будет очень полезен. Обязательно посмотрите. Также я считаю, что разработчики мало того, что не раскрывают ответы на некоторые вопросы, буквально обрубая все на середине, так есть еще и куча персонажей, которые появляются пару раз за игру, и которых толком не раскрывают, хотя в теории они могли бы быть очень харизматичными и интересными. В первой части вообще проблемы с подавляющим большинством персонажей, начиная от Сары, которая появляется пару раз за игру, и заканчивая антагонистом. В Мафии 2 таковых тоже немало. Привет вам от Марти и ребят, у которых мы вначале берем работу. Майк, Джузеппе, Дерек и так далее. А в Мафии 3 все настолько ужасно, что там даже главного героя не раскрыли. Ну, хотя есть некоторые интересные и харизматичные персонажи, хоть на этом спасибо. В общем, после прохождения каждой части у игроков остается немало вопросов к игре. И после прохождения появляется такое чувство, что нам подали какой-то обрубок. Во всех частях присутствует некая недосказанность. Ну, такое чувство, что чего-то не хватает, чего-то не дожали. Оттого у игроков и возникает куча-куча вопросов после прохождения. Короткий сюжет. Несмотря на то, что серия действительно ассоциируется с хорошим сюжетом, но все равно вы будете утверждать обратное и показывать то, что на прохождение каждой части Мафии уходит как минимум 10 часов. А оригинал вообще идеален. Как ты смеешь говорить? Но давайте будем честны. Если убрать из Мафии все поездки, то мы можем вычесть как минимум 50-70% времени прохождения почти любой части. Безусловно, Мафия славится своим прекрасным сюжетом. Особенно первая часть. Но опять же, Убери из нее долгие поездки на медленных машинах и рутинность геймплея, и все. С игры буквально спадает огромная шуба. Мафии 2 это тоже касается. В большинстве своем из-за вырезанного контента. Да даже с поездками и прочим, игру можно пройти за часов 10-12. Просто игра на вечерок. И даже дополнение к сюжету в виде DLC про Джо не спасает. Ведь даже тут сюжета на минут 40. Не больше. Убери в Мафии 3 гринд, и вовсе получаешь не только короткий, но и довольно слабый сюжет. Очень хотелось бы, чтобы разработчики вместо искусственного растягивания геймплея занялись более детальной проработкой сюжета. Заняться тем же раскрытием эпизодичных персонажей, убрав с них это клеймо, и раскрыв нам сюжет подробнее. Это с легкостью решило бы и другие проблемы. В том числе и большинство тех, которые прозвучат в этом ролике. Ну а пока, факт остается фактом. Каждая часть Мафии имеет очень короткий сюжет. Отсутствие проработанного антагониста Это, пожалуй, одна из самых главных проблем вообще всех частей, которые многие почему-то игнорируют. Да, большинство из вас, конечно же, будет со мной спорить. Но давайте будем честны, и начнем по порядку. Мафия первая. Наш, а скорее, антагонист для Сальери, это Марко Морелло. Ублюдок, который когда-то работал вместе с Сальери, также вместе, предавая их прежнему Донна Пипоне, теперь идет на своего бывшего друга войной. Звучит красиво, не так ли? Только вот, все то, что я сейчас сказал, не отображается в игре почти никак. Понимаете, в чем проблема? В игре Морелло предстает антагонистом как, ну, просто потому что. Никакой подробной предыстории к вражде и ненависти между Сальери и Морелло просто нет. Значит, почему игрок должен испытывать какие-то чувства, а также считать его антагонистом лично для себя? Я клоню к тому, что Морелло был раскрыт просто ужасно. Можно сказать, что никак. Это, между прочим, признал и сам Дэниэль Вавра, сценарист оригинала, тем более, который предстает в роли некого злодея-неудачника, ведь все его нападки и покушения закончились максимум избиением Сэма. Вот это да. Оттого, после смерти Морелло, ты даже не чувствуешь облегчения. Ты просто сделал то, что тебе требовали. А зачем и почему? Неизвестно. В Мафии 2 можно вообще по-быстрому все рассказать, ведь там попросту нет определенного антагониста, главный герой. То и дело выполняет приказы, как мальчик на побегушках. Сначала антагонистом выступает фашист, в Италии, если можно так выразиться. А потом, внезапно, нам говорят, что плохой Клементо. Хотя мы раньше на него работали, а потом внезапно становятся плохими китайцы, с которыми мы раньше сотрудничали. А по итогу, Вита и вовсе убивает Фалькона, антагонист, который приказывал убивать другого антагониста пять глаз назад. Если вы тоже ничего не поняли, кто на самом деле плохой, то вывод очевиден. В Мафии 2 с этим все плохо. Ну и Мафия 3. Поначалу все действительно выглядит неплохо. Сел Маркана предстоит в образе некого серьезного детски, который долго и довольно успешно рулит всеми слоями в городе, и которого никто за такое время не смог одолеть. Нам также дают мотив на личную неприязнь к этому персонажу в виде мести, что уже дает надежды на отличного антагониста. Но все разбивается в дребезги, когда двухчасовое вступление заканчивается, и начинается основная, ужасная, отвратительная сюжетка Мафии 3. Если ее можно вообще так назвать. И по итогу мы наблюдаем за тем, как один негр выигрывает войну против целой армии, захватив чуть ли не каждый район города в одиночку. Думаю, ничего кроме смеха этот антагонист более не вызывает. Как итог, все три части имеют проблемы в этом аспекте. А если бы разработчики дожали, то из сюжета получилась бы настоящая конфетка. Отсутствие живого открытого мира. В этом пункте мы затронем немного несюжетные моменты, как в предыдущих. Ведь открытый мир абсолютно точно проблема всех частей мафии. В силу того, что они просто линейны. А значит, и силы на проработку города разработчики зачастую не бросали. Начнем по порядку. Первая мафия от начала и до конца линейная игра. И в те годы мало кто, скорее всего, обращал бы внимание на проработку живого мира. И тем более, никто бы не критиковал разрабов за это. Ведь реализация подобного в 2002 году была бы почти невозможной. Так что, проблемы хоть и есть, но альтернативных решений проблемы, в общем-то, и не было. В Мафии 2 мы также получаем полную линейность сюжета. Правда, в начале появляется надежда на проработку живого мира. Поскольку, посещая малую улочку во второй главе, мы наблюдаем кучу активностей со стороны жителей. Но вся магия живого мира оказывается простой мишурой и заманухой. Поскольку, после той же самой второй главы, город резко сдает в этом аспекте. А в летнее время, он и вовсе превращается в тупую декорацию для наполнения НПС, где мы не можем заняться практически ничем. Не присесть на лавочку в парке, не купить газету, ничего подобного. Никаких случайных событий, никаких сценок и прочих прелестей, как во второй главе и близко не будет. Примерно то же самое можно сказать и о третьей части, но благо живой город там отображают чуть чаще в рамках некоторых миссий. Да и в Мафии 3 присутствует открытый мир как-никак, но заняться в нем тупо нечем. Мало того, что тройка переняла от второй части полностью мертвый город без активностей, так тут еще все и ухудшили, лишив нас минимальных благ, благодаря которым хоть как-то открытый мир мог бы заинтересовать. Речь про заправки, магазины одежды, бары и так далее в таком количестве и доступности как во второй части этого нет, а значит все выглядит еще хуже. Безусловно, игры серии можно было делать нелинейными, что вы тоже иногда упоминали. Вот просто дать им открытый мир, только вот убрав линейность, мы получим лишь мертвый город, декорацию, которая абсолютно неинтересна для изучения. И последнее, самая главная проблема, из которой и вытекают все последующие, о которых я рассказывал в этом ролике. Самая главная проблема всей серии игр мафия, это трудности, разработки, издатели и так далее. К первой мафии это относится в меньшую степень, тогда еще ни от кого не зависящая студия Illusion Softworks с полной уверенностью могла назвать выход первой части мафии успехом. Хорошие продажи, высокие оценки от игроков, все просто идеально. И вот, проходит 6 лет с момента выхода первой части, игроки ожидают сиквела очень длительный срок. По слухам, игра уже должна была выходить во второй половине года. И тут, в начале 2008-го прогремела новость о том, что Take-Two выкупает Illusion Softworks. И после этого никто даже не мог догадаться, что за этим последует. Студию переименовывают в Tukey Czech. И дальнейшая история уже всем известна. Уход к истека команды разработчиков, в том числе Дэниэля Вавре, разногласия студии и жадный издатель, который торопил процесс выпуска игры. И из-за этой самой спешки разработчикам просто приходилось вырезать чуть ли не весь контент. Под нож попадала как минимум половина того, что должно было оказаться в финальной версии. На статус игры это особо не повлияло. Алтфаги, конечно, поворчали, агрызка Мафия 2 поназывали, но в целом игра потеряла не столько в доходах и фанбазе, сколько в качестве продукта, которое могло бы быть совершенно иным. Ну а далее всё и так понятно. Пять лет спустя провальная третья часть, на которую издатель нанял неопытную студию Ангар 13, которая до этого не имела ни одного, только вдумайтесь, ни одного крупного проекта за плечами. Добавьте сюда ещё тот факт, что издатель в лучших традициях поджимал сроки, и если у Мафии 2 ситуация была проще, ведь опыт крупных проектов у людей какой-никакой был, да и какая-то часть игры уже была готова, то тут мы имеем абсолютно неопытную компанию, на которую тупо свалили задачу разработки игры с нуля в кратчайшие сроки. 2020 год, выход Мафия Трилоджи, который выглядит как жалкая попытка заработать на чувствах ностальгии фанатов с отвратительным ремастером Мафии 2 и довольно противоречивым ремейком, на который, кстати, бюджет был выделен то ли минимальный, то ли у ремейка его вовсе считай, что не было. И вот главные проблемы мы имеем все вышеперечисленные. Вероятно, именно покупка студии Тейк-Ту стала роковой для серии. Что же, на этом все. Это были 5 главных проблем серии Мафия. Если я забыл упомянуть еще какие-то проблемы, то обязательно пишите о них в комментариях. Ну а если вы меня спросите, как разработчики исправят эту проблему, а не как, видимо, все, что происходило с серией, так и должно было произойти. Могли ли мы получить игры другого уровня? Да, могли. Могло ли быть все по-другому? Тоже да, но поделать мы ничего не можем, увы. Остается лишь верить и надеяться в ангаров и четвертую часть Мафии. В лучших традициях, если ты досмотрел ролик до конца, то ты сам знаешь, что делать. Лайки ставьте, комментируйте, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь. А на связи был ваш любимый Клей. Всех целую, обнимаю, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok